Мнение о пострадавших не спрашивали. Виновницу резонансного ДТП в Иркутске Анну Шавенкову освободили от уголовной ответственности. Она не будет отбывать наказание ни дня. Иркутянка попала под амнистию к 70-летию победы. За аварию, в которой одна женщина погибла, а вторая осталась инвалидом, Шавенкова должна была провести в колонии поселений 2,5 года. Однако исполнение приговора отсрочили на 14 лет. Именно этот факт оказался решающим, когда определяли, кто попадет под амнистию. За что ее государство прощает? Мы ее не простили, хотя мы имеем как-то больше прав на это. Нас никто не спрашивал. Я еще полностью не восстановилась. У меня до сих пор также дают о себе знать рану, травму моей пятилетней давности. Поэтому каждый день я об этом вспоминаю и помню. Обжаловать потерпевшие не имеет права. Законом не предусмотрено обжалование потерпевших. Так же, как просто не предусмотрено участие потерпевших в этом процессе, когда рассматривается вопрос амнистии. Это значит, что законодатель считает права потерпевших этим решением не затрагиваться. Также под амнистию попал врач инфекционной больницы, в отношении которого завели уголовное дело по факту смерти 9-летнего пациента. Избежать ответственности удалось и директор предприятия, который незаконно, без разрешающих документов, добыл в Тафаларии золото на 18 миллионов рублей. При этом природе был нанесен крупный ущерб. Ожидалось, что может выйти на свободу и виновница крупной аварии в Листвянке Екатерина Коверзнева в состоянии алкогольного опьянения сбила семью. Две женщины и 9-летний мальчик погибли. Однако, как нам сообщили в Главном управлении исполнения наказаний по регионам, женщина под амнистию не попала.